Барри Молсберг. Как я их обследую. Прочитано благодаря поддержке слушателей Пафин Кафе на сервисах Бусти и Патреон. Ссылки в описании. Если так будет продолжаться и дальше, то, на мой взгляд, к 2000 году всё население страны разделится на тех, кто получает пособие по безработице, и тех, кто его выдаёт. Середины, по-моему, быть не может. Достаточно ознакомиться со статистическими данными. Окружной инспектор Департамента социального обеспечения города Нью-Йорка. Январь 1964 год. Чтобы добраться до этого типа, мне пришлось влезть на пятый этаж. Чёрт знает что, можете мне поверить. Невесёленькое место эти старомодные трущобы. А уж дорожки на ступеньках. Вековой давности и скользкие, как чёрт знает что. Но я не жалуюсь. У каждой работы есть свои минусы. Я несколько раз постучал в дверь и услышал, как он там ворчит и покряхтывает. Старая история. Они не любят, когда их поднимают с постели. Я подождал, а потом забарабанил в дверь кулаком и раз-два выругался. Никогда не надо позволять им думать, будто они что-то значат. Это помогло. Дверь приотворилась, и в щель высунулась голова и плечи. Он был небольшого роста, подтянутый с ясными глазами, и выглядел моложе, чем мне казалось, когда я читал его заявление. «Что вам надо?» — спросил он угрюмо, опасливо. «Обычная история. Я показал ему чёрную тетрадь, которую держал в одной руке, и мою служебную карточку, которую держал в другой. Государственная инспекция, обследование в связи с вашим заявлением. Но я же подал его только вчера. Я думал, что на предварительное рассмотрение требуется не меньше недели. Это новый метод. Мы стараемся не задерживать рассмотрение новых заявлений, а потому собираем данные заранее». Тут я несколько отклонился от истины, просто его заявление заинтересовало меня сразу же, как только его положили на мой стол. Хотя каждый год через мои руки проходят сотни, этот обещал что-то новенькое. «Ну, хорошо, войдите», — сказал он и открыл дверь. Я вошёл. Комната была гнусная, неописуемо гнусная. Эти люди живут как свиньи, просто трудно поверить. Мусор по всем углам, смятая газета, объедки, ну и прочее в том же роде. Этому невозможно найти оправдание. Он заметил мой взгляд и сказал, «Я совсем деморализованно». Ну и внутреннему хаосу начинает соответствовать внешний беспорядок. Интеллигент. Я кивнул, открыл тетрадь и, осторожно ступая, вышел на середину комнаты, чтобы начать опрос. «Мы никогда не садимся там, где сидели эти люди. Остерегайтесь крыс и насекомых, так нас инструктируют». «Я должен задать вам несколько вопросов. Во-первых, имя, адрес и так далее. Всё точно так, как указано в заявлении. Джон Стейнер, 36 лет, адрес этот. У вас же всё это есть. Вчера у меня взяли все данные. Но мы обязаны проверить, действительно ли человек один и тот же», — сказал я. «Иногда они подсылают вместо себя кого-нибудь другого, сочиняют целую биографию. Мы должны охранять интересы налогоплательщиков». Прежде чем он опомнился, я достал дактилоскоп, открыл, взял его за запястье, приложил его большой палец к подушечке с тушью, а потом к карточке под крышкой и убрал дактилоскоп. «Согласно правилам». «Да, да, полное обезличивание индивида, вот что это такое. Неужели вы не могли сначала предупредить меня, что собираетесь делать?» «Некоторые возражают. Они понимают, что попались». Я открыл его анкету и, поглядывая на него, прочел описание. Оно довольно точно отвечало его внешности. «Ну а теперь несколько вопросов. С вашего разрешения я сяду? Вы больны? Не можете стоять? Вам нужно отдохнуть?» «Ничего подобного. Просто я предпочитаю сидеть, когда со мной разговаривают. Если вы очень больны, то, возможно, мы сумеем поместить вас в категорию получающих полную компенсацию. Никакой разницы для вас и больше денег для нас. Я не болен. Просто у меня угнетенное настроение. Впрочем, для вас это не составляет никакой разницы». Для вас он почти выкрикнул. «Без этой угрюмой враждебности дело никогда не обходится, и если извлекать из нее удовольствие, ее можно считать только плюсом. Я так и считаю. Отлично уточняет наше положение по отношению друг к другу. Ненависть означает страх и уважение, а я люблю, когда меня боятся и уважают». Он сел на старый стул посредине комнаты, проеденная молью обивка, ощущение крохотной ползающей жизни под ветхой кожей и так далее. Он закурил сигарету и выбросил спичку в окно. «Нет, никаких сигарет». «Простите, не понял? Я не люблю, когда курят. И люди в моем присутствии не курят. Во всяком случае, люди, подающие заявление о пособии, погасите ее». «Нет». «Выбросьте ее». «Не выброшу, я люблю курить». Голос его стал визгливым. «Чудесно. Я ухожу. Мы проведем это по графе, взятые назад заявления». Он уставился на меня и понял, что я говорю серьезно. Помедлив, он выбросил сигарету в окно. «Так-то лучше». «А ведь вы наслаждаетесь этим, верно?» «Чем?» «Власти. Агрессивным характером вашей работы. Она открывает перед вами определенные возможности. Дает выход вашему. Хватит. Анализ моего характера мне не требуется. И мы сразу покончим со всем, если вы не заткнетесь». Поскольку он проиграл первый бой, вторая схватка не затянулась. Он опустил глаза. «Профессиональное образование». «Социолог». «Ну, разумеется. Это же все есть в анкете, которую я вчера заполнил», добавил он. «Я уже вам сказал, что провожу здесь мое собственное обследование. Отдел приема заявлений и инспекционный отдел — вещи совершенно разные. Собственно говоря, для меня вы вообще не существуете, пока не докажете мне обратного». «Почему вы подали заявление о пособии?» «Как вы думаете, почему?» «Я безработный». «А на что вы жили до того, как подали заявление?» Он посмотрел на меня почти умоляюще. «Я же все это уже объяснял. Я же вам сказал». «Обследователь единолично решает правомерность и необходимость выдачи пособия. Отдел приема передает заявление обследователю для выяснения обстоятельств и вынесения заключения. «Достаточно?» «Или цитировать дальше?» «Нет». Наверное, вот тут я его и сломил. Он словно осел на стуле и весь ушел в себя, не замечая, что по рукам у него что-то ползает. С ним оказалось справиться легче, чем с большинством из них. Вспомнив его анкетные данные, я даже удивился. Однако, если учесть ситуацию в целом, именно они это все и объяснили. «Я 15 лет работал в программе Бловилта. С тех самых пор, как получил диплом. На прошлой неделе работы по программе были прекращены, и я остался без средств к существованию». Программа Бловилта была одним из тех маленьких мыльных пузырей, которые время от времени создает правительство и служила основным источником средств существования для психологов и социологов. Даже я о ней слышал. Они занимались исследованиями генеалогии, видоизменением наследственных черт и так далее. В основном это сводилось к обработке архивных материалов и систематизации статистических данных. Но в прошлом году Конгресс наконец решил, что будет проще и дешевле посадить их всех на пособие по безработице. Вот в эти-то крохотные рамки и укладывалась вся жизнь Стейнера. Никому не нужное, абсолютно никому. «Вы пытались найти другое занятие?» Это был удар ниже пояса. Ответ мог быть только один. Даже Стейнер знал это. Он выдавил из себя улыбку. «Вы шутите?» «Итак, теперь вам требуется государственное пособие. Пособие по безработице?» «А вы можете предложить мне какой-нибудь другой выход?» На какой-нибудь другой его голос стал чуть пронзительнее. Я таки поставил его на место, в этом можно было не сомневаться. Самое обычное обследование. «Ну, человеку, который работал в программе Бловл, то, наверное, не так трудно найти работу. А чернорабочим вы пробовали устроиться?» «Списки кандидатов заполнены вперед на 10 лет. Вы знаете, это не хуже меня». «Конечно, я это знал». «Есть ли у вас родственники, которые могли бы содержать вас?» «Мои родители умерли. Моя сестра, 18 лет, живет на пособие по безработице. Где находится моя бывшая жена, я даже не знаю». «Вы были женаты?» «Я все это объяснил вчера. Я сказал вам, что для меня никаких вчера не существует. Когда вы женились?» «В 2015 году. Я не видел ее, начиная с 2021. Кажется, она эмигрировала. Вы хотите сказать, что она уехала за границу?» «Да, именно. Не сошлись характерами. Ей не нравилась программа Бловолта?» Он уставился на меня. «А кому она нравилась? Это же все было высосано из пальца. И она не выдержала. Она сказала, что я должен либо покончить с собой, либо уехать за границу. А я не сделал ни того, ни другого. Я думал, что работы по программе будут продолжаться вечно». «Ну, я тоже так думал, пока Конгресс в прошлом году не взбрыкнулся. И многое из того, что должно было бы продолжаться вечно, прекратилось навсегда. Мне захотелось сказать ему это, но сказал я только...» «Ну, пожалуй, все. Когда понадобится, мы с вами свяжемся». «Вы хотите сказать, что я получу пособие?» «Я хочу сказать, что я закончил предварительное обследование. Теперь я должен вернуться в отдел и составить заключение, после того, как обследую еще многих. Когда я приму решение, вас о нем поставят в известность». «Но послушайте», — сказал он, наклоняясь в мою сторону. «Разве вы не понимаете, у меня нет денег. Мне нечего есть». Я снял эту комнатушку на прошлой неделе и сказал хозяину, что скоро буду получать пособие. Я должен ему за квартиру. Мне некому обратиться. «Вам придется подождать свои очереди». «Но я не ел уже три дня». «У вас есть вода?» — сказал я, указывая на ржавый кран в углу, под которым стояло ведро. «Ее хватит, чтобы заполнить желудок. Вы продержитесь». Потом, потому что мне не так уж хотелось совсем стереть его в порошок, я добавил. «Видите ли, мне надо обслужить еще многих, и вам придется подождать свои очереди. У всех положение тяжелое». Это его сбило. «Да», — сказал он, кивнув. «У всех положение тяжелое. Такова моя работа, понимаете? Тут нет ничего личного». «У вас есть работа», — сказал он с горечью. «Вы не знаете, как часто я думаю, что предпочел бы жить на пособие, и чтобы моей работой занимались люди вроде вас. Это не такое уж удовольствие, можете мне поверить. ответственность, нервотрепка. Не то чтобы кто-нибудь мне был чем-нибудь обязан, вы понимаете, но мне приходится нелегко. Я работаю по десять часов в день». «Да, да, и вам это чертовски нравится». «Что-что?» «Я сказал, что это, наверное, очень нелегко. Я вам сочувствую». «Так-то лучше», — сказал я. Обследование было окончено, и мой интерес пропал. Я извлек из него все удовольствие, какое только можно было. Я закрыл тетрадь, спрятал карандаш и пошел к двери. «Какие-нибудь вопросы?» «Никаких. Только один. Когда я начну получать деньги?» «Когда у меня до этого дойдут руки?» — ответил я. На прощание я еще раз оглянулся на него, и это было приятно. Застывшая в отчаянии фигура в просвете закрывающейся двери. Он медленно поднес ладонь к лицу, но я захлопнул дверь еще до того, как она прижалась к глазам. Вниз я спускался, перепрыгивая через две ступеньки. На улице я сунул тетрадь и дактилоскоп в перчаточник моей машины и решил выпить пиво перед тем, как отправиться к следующему сукину сыну. Забегаловка под вывеской у Джо была полна опособленных, да и буфетчика я тоже вышкалил. Он наливал и наливал, а я не платил и не платил. Один из опособленных начал лезть ко мне с разговорами, спросил, не могу ли я устроить его в бюро. Он, дескать, дипломированный врач, и, может быть, для него найдется какое-нибудь дело. Ну и смеха ради я сказал ему, что у нас врачей сейчас полный комплект. Но что существует одно интересное правительственное начинание, программа Бловелта, и там нужны люди. Я посоветовал ему не теряться и нажимать. Нажимать. Наверное, он понял, во всяком случае отошел и оставил меня в покое. А пиво было такое хорошее, меня окружали таким благоговейным уважением, что я махнул рукой на работу и так наклюкался, что до машины меня тащили четверо опособленных. Я сказал им мой адрес, и один из них отвез меня домой. Чем-то ведь он мне обязан. Все они мне обязаны. Ах, Ну их к черту!